Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада представить вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено покупкам из FixPrice. Я вам расскажу, что я прикупила к Новому году для дома, для себя и просто для того, чтобы повеселиться в этом горячо любимом всем магазине. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. У меня здесь огромный просто пакет, который шелестит, поэтому я постараюсь его сильно не дергать, буду как фокусник вытаскивать все отсюда и показывать вам. Прежде всего я купила шары на новогоднюю елку, я купила несколько вариантов, также там купила игрушки, дальше покажу вам крупные вот такие шары, здесь диаметр 7 сантиметров, и также вот такие поменьше, здесь у нас 3 штуки, здесь 8 штук, а диаметр у них, к сожалению, не указан, а нет, указан 5 сантиметров. В общем, вот здесь вот есть и блестящие, и просто глянцевые шары, здесь есть, здесь и не матовые, золотые, с красным узором из блесток, и один такой блестящий шар. В общем-то, все это пойдет на елку, я решила в этом году украсить свою елку в красно-золотых оттенках, потому что у нас, скажем так, наступающий год, он год огненной обезьяны, поэтому я решила, раз как бы огненная обезьяна, то нужно украсить все в этом стиле. Поэтому вот такие у меня будут украшения на елку. Вот этот вот бренд Зимняя сказка, он постоянно, каждый год в фикс прайсе. Здесь еще какой-то зимнее кружево, в общем-то, тоже произведено специально для фикс прайса. Может, просто они решили, скажем так, разные названия сделать, их замучила антимонопольная служба, или что-нибудь в этом роде. Также я купила вот такой вот необычный шар, который именно выглядит как шар пластиковый внутри, там на елочке и насыпана вот эта вот белая штука, которая имитирует снег. Если его потрясти, то он будет как бы летать по этому шарику. Также у этого шарика здесь вот по краям сделано из фетра, такое как красное кружево, поэтому я думаю, что он очень круто будет смотреться на мои елочки. Далее купила также набор игрушек, здесь 12 новогодних игрушек, маленькие шарики, звездочки, подарки, какие-то колокольчики. В общем-то, такой классный набор, именно вот, я думаю, что в этом году мне вот этих трех наборов, за глаза и за уши на украшения хватит. Очень классный вот этот набор. Кстати говоря, я первый раз вижу в фикс прайсе. В прошлом году я брала такой же с мишурой, но там меньше игрушек. Далее я купила вот такую вот салфетку под, скажем так, какие-то можно горячие вещи поставить на стол. Это фетровая салфетка под горячие краски. Можно просто как украшение на стол положить, потому что он очень классный. Здесь вырезаны у меня, во всяком случае, звездочки и такие колокольчики. Там, по-моему, есть еще со снежинками, есть еще с делом в варианте. Я выбрала в красном. Ну, как вы уже поняли, я решила по хардкору все красное брать в эту краску. Следующее, что я решила взять, это вот такие вот звездочки. Я думаю, что для того, чтобы было более понятно, как они выглядят, я открою. Вот такие звездочки-снежинки золотые. Я думаю, на елке будет очень круто смотреться, если вдруг у меня на елке не хватит уже места. Потому что елка у меня маленькая, из-за того, что у нас коты. А коты, в общем-то, с елкой несовместимы. Они умудряются несколько раз за день, роняются маленькую елкой. Я думаю, что большую бы они просто раздербанили и все. Вот. В общем-то, вот такие вот снежинки, которые можно повесить и на елку. Можно куда-то повесить, просто там, не знаю, на занавеске приколоть. В общем, очень классно смотрится. Также приобрела себе вот такие вот шишки, украшения, которые видела очень многих уже блогеров. Видео фикс прайс, это тоже бренд, снежное кружево. Если это можно назвать брендом. В общем, шишки у меня в золотом цвете. Когда я пришла, они были еще в синем, в красном. В красном мне не понравились. И просто простые шишки. А, собственно, простые шишки я могу и на даче собрать. Такие палочки найти, в общем, сама соорудить. Поэтому взяла золотые. Буду их вставлять, я думаю, что где-то в цветочные горшки. Может быть, куда-то в свои кисточки. В общем, придумаю, как украсить. Куда, дети. Возможно, если останутся несколько штук, я буду украшать ими уже на новогоднем столе салат. Следующее, что я увидела, подглядела у других девчонок и тоже себе решила приобрести, это вот такие вот украшения птички. Думаю, что повешу их либо на елку, либо опять же таки буду украшать что-то еще в своем доме. Очень-очень красивые. Они реально круто выглядят, потому что они резные все такие. Очень классные эти птички. Классное украшение. Также я приобрела себе два набора снежинок. Одни снежинки фетровые, такие, которые я покупала и в прошлом году я отнесла на работу. Вот такие снежинки, надо, кстати, открыть их и посмотреть, как они выглядят. Сейчас открою. Вот такие снежинки я буду использовать для дома. Правда, я не знаю, как они будут цепляться, куда. Слушайте, они как-то тут подскреплены, что ли. А нет. В общем, вот такие вот снежинки. Постараюсь их... Или это 3D снежинка. Короче, в общем, надо сообразить, как это все, куда можно прикрепить. И, наверное, я сегодня это все прикреплю куда-нибудь. В общем, тоже нашла фикс прайси. Также я нашла игрушку ручной работы. Ну, во всяком случае, здесь есть ярлычок хендмейт. Но я не знаю, насколько это правда. Ну, в общем-то, такая вот ретер-шишка золотая. Очень классная. Думаю, что очень украсит мою елочку в этом году. Также я нашла вот такое вот украшение. Это как звездочка. Смотрится, что очень как-то звездочки. И здесь такой заснеженный цветок на еловой веточке. Классно смотрится. Ну, единственное, что снова вот этот вот шарик, который имитирует снег, сыплется. Но я надеюсь, они обсыпятся и не будут засыпать всю мою квартиру этими шариками. Следующее, что я себе приобрела, это носочки. Носочки, кстати говоря, классные, очень мягкие. Это 35-39 размер. Какой-то Lady Collection. Ну, буду носить. Я просто захватила, как, еще за компанию эти носочки, потому что они были очень мягкие. Во-вторых, они очень классные дизайны были. Я приобрела себе вот такие коктейли. Большая кружка, мес шоколадом и с пломбиром. Люблю эти коктейли. Просто иногда выпить в холодильнике что-то вредненькое хочется. Во-вторых, молодой человек тоже любит такие всякие штуки. В общем, так что иногда хочется, поэтому взяла. Итак, внимание фанатов Миньонов. Я нашла вот такой вот в фикс-прайсе лимонад. Я понимаю, называется Том. Или что-то в этом роде. Он даже содержит натуральный сок. В общем-то... Так что для фанатов гадких я, для фанатов Миньонов. В общем-то, кто собирает всякие коллекции с киндер-сюрпризов, кто собирает коллекции, собрал коллекции с хэппи-миллом. В общем, для всех, кто еще не вырос и в душе остался ребенком. Вот такие вот лимонады. Я на самом деле не усумела в этом году собрать действительно эти коллекции. Хотя немного даже хотела. Вот. У меня есть только пара Миньонов. Все остальное я отдала тем, что собирает. В общем-то, и вот эти лимонады тоже пойдут им в коллекцию. Я не знаю, будут они пить их или нет. Если расскажут мне вкусно это или нет, то я вам обязательно тоже расскажу. К новогоднему празднику я себе купила вот такой вот нарядный передник. Надеюсь, он влез весь в кадр. В общем, такой передник Деда Мороза. Вот. И я думаю, что будет очень мило, если я буду готовить что-то там в новогодний вечер. В общем-то, когда буду готовить, обязательно надену его. И будет мне навевать новогоднее настроение, раз у нас такая в Питере погода. И у нас еще нет ни у кого новогоднего настроения. Ну, хотя бы будет передник, и хотя бы, когда я буду резать оливье, смотреть Иронию Супер с легким баром, вот этот передник мне будет помогать еще больше окунаться в эту новогоднюю атмосферу. И последнее, что я вам покажу, это лечо по-болгарски. Это фирма Ассортель. Я тоже вам показывала уже и варенье этой фирмы. В общем, вот такое вот лечо. Я думаю, что это классный вариант. Тут 500 грамм. Можно поставить на стол. Тут, в принципе, нормальный состав. Я даже готова пожертвовать своим здоровьем и попробовать его при вас. В общем, открываем это лечо. Ой, буду поставить его. Итак, открыла я лечо. Сейчас попробую, расскажу вам, стоит его покупать ради новогоднего стола или не стоит. Так, господи, ловись, рыбка большая, ловись маленькая. Ну, в принципе, вкусная. Вкусная лечо. Единственное, что она достаточно жидкая. Вот сама вот эта вот заливка жидкая, ну, значит, мне не так много крахмала. Да, лечо вкусная. В общем, если в фикс-прайсе вам приглянется эта банка с лечо, которых, там, кстати, их очень сейчас много. В общем, если в фикс-прайсе вам приглянется эта банка с лечо, то не бойтесь, можете брать. Очень, кстати, прикольная, вкусная. И достаточно бюджетно будет, что стоит оно 49 рублей. В магазине стоит около 100 сейчас вот такие баночки. Итак, это все, что я хотела вам сегодня показать из фикс-прайса. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также подписывайтесь на меня в Instagram, в Periscope. Там я тоже оставляю интересные посты, иногда делаю трансляции. В общем, все. На этом с вами хотелось бы попрощаться. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что в последнее время вы покупали в фикс-прайс, что вы покупали к Новому году. Возможно, что-то вы покупали из-за того, что я вам сегодня показала, какого у вас сложилось об этом мнение. И вообще, как вы относитесь к фикс-прайсу. Вы любите этот магазин, как и многие на YouTube? Или же вы не разделяете общих восторгов? В общем, пишите в комментариях. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что вы смотрите меня. И до скорой встречи в следующих видео. Всех вас люблю, целую. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!